Всем привет! Вы на канале Планета Земля и сегодня мы поговорим об Атлантическом океане. Вторым по величине и глубине на нашей земле. Подумав немного мы сразу вспомним столько фактов, что и не перечесть. Колумб Америку открыл, прекрасный был моряк. Плыл через Атлантику, доплыл, открыл. Титаник плыл, но не доплыл. И тоже Атлантика. Бермудский треугольник есть, вроде как в Атлантическом. Атлантида тоже там. Название похоже, значит там. Да еще много чего, но потом вспомню. Да и лучше завтра. А мы сегодня и прямо сейчас постараемся разобрать, так ли это. Да и поподробнее. Ну и не сильно перегибая палочку, чтобы не заснуть. Ну и успеть узнать побольше, чтобы в дальнейшем блеснуть перед окружающими своим непревзойденным интеллектом. Поехали! Атлантический океан второй по величине и глубине океан земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге. Площадь почти 100 миллионов квадратных километров, из которых 16 процентов приходится на моря, заливы и проливы. Объем воды составляет 329 миллионов кубических километров, то равно 25 процентам объема мирового океана. Средняя глубина 3736 метров. Наибольшее – 8 километров 742 метра. Это жёлоб Пуэрто-Рико, расположенный на границе Карибского моря. Среднегодовая соленость вод океана составляет около 35 промилле, а промилле – это одна тысячная часть чего-либо и говорит о том, что в одном килограмме воды содержится 35 грамм соли. Почему килограмм? Да потому что литр воды может весить по-разному. И по итогу благодаря этим промилле Атлантический океан самый солёный из всех океанов. Промилле промиллями, а мы двигаемся дальше. Граница с Индийским океаном проходит по меридиану мыса Игольный до побережья Антарктиды. Границу с Тихим океаном проводят от мыса Горн или по кратчайшему расстоянию от Южной Америки до Антарктического полуострова через пролив Дрейка и, если точнее, от острова Осте до мыса Штернак. Граница с Северным Ледовитым океаном проходит по восточному входу Гудзонового пролива, далее через Дэвисов пролив и по побережью острова Гренландия до мыса Бруста, по его побережью до мыса Герпер, затем к Фарерским островам, далее к Шетландским островам побережья Скандинавского полуострова. Границы морские есть, а что с сухопутными? Тут всё просто. Слева Северная и Южная Америки, справа Африка и Евразия, на севере Арктика, на юге Антарктика. Лощадь морей, заливов и проливов Атлантического океана составляет 14 690 000 квадратных километров. В Атлантическом океане выделено 16 морей. И здесь он опять второй. После Тихого. Ирландская, Северная, Норвежская, Балтийская, Средиземная, Балиарская, Лигурийская, Тиренс, Тиренсская, Адриатическая, Ионическая, Эгейская, Мраморная, Черная, Азовская, Море Альбаран, Рисер-Ларсена, Лазарева, Уэддала, Скоша, Карибская, Саргасова, Лабрадор, Эмергера, Кельтская, Ируаз и Море Ваты у побережья Нидерландов. И получилось 26. Давайте разбираться. Оказывается, есть моря, которые входят в состав других морей. Например, в Средиземном море входит Адриатическое, Альбаран, Балиарское, Ионическое, Кипское, Критское, Левентийское, Ливийское, Лигурийское, Тиренское и Эгейское, а в бассейн еще и Черное с Азовским. Так что ученые, как всегда, ленятся и обобщают моря в моря. А ватовое море — это вам не вата, а прерывистая череда мелководных морских участков у побережья Нидерландов, Германии и Дании. Часть акватории Северного моря, ограниченная цепью Фридских островов. А что у нас с заливами? Ну тут еще все сложнее, потому что Атлантический океан имеет сильно изрезанную береговую линию, так что заливов здесь мать мущая и перечислять можно долго, а становимся на больших и значимых. Включим огромный Гвинейский залив, расположенный у западного побережья Африки. Бискайский залив, расположенный у западного побережья Франции. Гудзонов залив, в Канаде, а это самый большой залив в мире площадью 4 миллиона квадратных километров. И залив Фанди в США, который имеет самый высокий в мире диапазон приливов и отливов со средним весенним приливом от 14 до 16 метров. Ну и залив Святого Лаврентия. Куда же мы без Лаврентия? Лаврентий наше все. На самом деле залив Святого Лаврентия — это самый большой эстуарий на земле. Что? Эстуарий? Да, эстуарий — это всего лишь затопляемые устья реки, противоположность которому дельта, разделенная на несколько протоков. Смотрим ролик про реки и узнаем много нового, а мы бежим дальше. Острова в Атлантическом океане присутствуют и их не так уж и мало, но остановимся на самых значимых. Это Гренландия — на секундочку самый большой остров в мире, 2 миллиона квадратных километров. Великобритания включает в себя страны Англию, Шотландию плюс Уэллс. Ньюфаундленд — регион Канады, Исландия, а в нем Ирландия. Многие знают про остров Куба. Ну и, конечно же, Бермудские, Азорские, Канарские, Фолклендские и Фарерские острова. А есть еще такое понятие, как Макронезия. Похоже на гортензию или магнезию, но нет. Макронезия — это современный географический термин, обозначающий пять вулканических архипелагов, Азорских, Канарских, Каба-Верде, Мадейры и Диких островов, расположенных у западного побережья Африки, в северной части Атлантического океана. Также океан имеет береговые линии в 65 странах на четырех континентах, 15 в Европе, 27 в Африке, 11 в Южной Америке и 12 в Северной. Рельеф дна Атлантического океана, по мнению ученых, самый молодой и более выровненный. С севера на юг океана проходит срединноатлантических хребет протяженностью более 18 тысяч километров. Вдоль хребта находится система рифтов, где образовался крупнейший вулканический остров Исландия. В пределах акватории Атлантического океана преобладают глубины от 3 до 6 километров. В отличие от Тихого, в Атлантическом океане мало глубоководных желобов. Самый глубокий — Пуэрто-Рико, 8 742 метров в Карибском море. В пределах океана хорошо выражена шельфовая зона, в особенности в северном полушарии у берегов Северной Америки и Европы. Океан находится практически во всех географических поясах. Это определило разнообразие его климата. На севере, в районе острова Исландия, над океаном формируется область пониженного давления, которая называется «Исландским минимумом». Господствующие ветры над океаном в тропических и субакваториальных широтах — пассаты, в умеренных — западные. Как и в любом океане, и в Атлантическом океане есть течения, которые выступают мощными носителями тепловой энергии. В океане сформировались две системы течений — по часовой стрелке в северном и против часовой стрелке в южном полушарии. В тропических широтах океана пассаты вызывают мощные поверхностные течения с востока на запад, по обе стороны от экватора северное пассатное и южное пассатное течение. Пересекая океан, эти течения оказывают отепляющее влияние на восточные берега Северной и Южной Америки. Мощное теплое течение Гольфстрим, что в переводе означает «течение из залива», а это понятно, потому что оно зарождается в Мексиканском заливе и достигает островов Новой Земли. Долща его потока достигает 800 метров. Эта масса теплой воды с температурой до плюс 28 градусов движется со скоростью около 10 км в час. Севернее 40 градусов северной широты Гольфстрим поворачивает к берегам Европы. И здесь его называют «североатлантическим течением». Температура воды течения выше, чем в океане, поэтому над течением господствуют более теплые и влажные воздушные массы и формируются циклоны. И благодаря этому течению в Европе тепленько, а как только течение ослабевает, так сразу становится холоднее. А если оно совсем прекратится, а такое ученые рассматривают, то никакие варежки и телогрейки не спасут от лютого мороза. Но есть и холодные течения. Охлаждающее влияние на западные берега Африки оказывает Канарское и Бенгельские течения, а на восточное побережье Северной Америки холодное Лабрадорское. Восточные берега Южной Америки омывают теплое бразильское течение. А еще течения помогают передвигаться большим ледяным глыбом – айсбергом. Они образуются в основном в Арктике и Антарктике из отколовшегося шельфа или ледника. Бывают небольшие, но есть и просто огромных размеров с приличный остров. Самым большим айсбергом на нашей планете считается А-68. Он образовался в 2017 году в результате раскола шельфового ледника Ларсона у побережья Антарктического полуострова. На данный момент его площадь составляет 4200 квадратных километров, то есть он в два раза больше Москвы. Айсберг находится в движении и, если верить спутниковым снимкам, держит путь в сторону британского острова Южная Георгия в Южной Атлантике. Так вот айсберги, которые плавают куда им вздумается, ну прямо-таки опасны для судоходства. Один из таких попался всеми известному Титанику около острова Ньюфауленд в Атлантическом океане. Так он к тому же еще был черный. Да и такое бывает Титаник столкнулся с черным айсбергом, который недавно перевернулся. Много лет назад моряки считали, что встреча с черным айсбергом предвещает беду. Обычно айсберги бывают белыми. Этот цвет обеспечивает пузырьки воздуха, возникающие в процессе уплотнения снега и превращения в ледяные частицы. Черные айсберги образуются точно так же, как и другие. Слои коричневого или черного цвета могут быть включениями горных пород, которые переносят ледник при движении. Поскольку горные породы имеют большую плотность, то айсберг располагается так, что их фрагменты находятся под водой. При таянии айсберг может перевернуться, и тогда над поверхностью становятся видны темные участки. При опрокидывании айсберги больших размеров могут захватывать и со дна океана песок или камни, которые тоже изменяют внешний вид. На нем возникают пятна и вкрапления темного цвета. Сторона, обращенная к лайнеру, имела темный цвет, из-за чего не имела характерного отблеска. Обычный белый айсберг при подобных обстоятельствах мог бы быть замечен за милю. Кроме того, погода была тихой, а ночь безлунная. Если бы в океане было бы хоть небольшое волнение или зыбь, экипаж увидел бы белые барашки у батерлинии айсберга. Так вот, после этого случая Соединенные Штаты и 12 других стран создали организацию Международной ледовой разведки, чтобы предупреждать суда о наличии айсбергов в Северной Атлантике. Ну что, немного истории. Задолго до эпохи великих географических открытий просторы Атлантики бороздили многочисленные суда. Еще 4000 лет до н.э. народы Финикии вели морскую торговлю с жителями островов Средиземного моря. В более позднее время, с VI века до н.э. финикийцы, по свидетельствам греческого историка Геродота, совершали походы вокруг Африки, а через Гибралтарский пролив и вокруг Пиренейского полуострова достигали Британских островов. К VI веку до н.э. Древняя Греция, располагая громадным по тем временам военным купеческим флотом, плавала к берегам Англии и Скандинавии. В XI веке викинги, по мнению большинства исследователей доколумбовых открытий, первыми и не раз переплывали океан, достигнув берегов американского континента. Они называли его Винландом, попутно открыв Гренландию и Лабрадор. А в XV веке испанские португальские мореплаватели начали совершать далекие плавания в поисках путей в Индию и Китай. В 1488 году португальская экспедиция Бартоломео-Диэша достигла мыса Доброй Надежды и обогнула Африку с юга. А в 1492-1498 годах экспедиция Христофора Колумба нанесла на карту многие острова Карибского бассейна. Огромный материк, позднее названный Америкой. В конце XV века соперничество между Испанией и Португалией за господство в Атлантике обострилось настолько, что в конфликт был вынужден вмешаться Ватикан. В 1494 году был подписан договор, который вдоль 48-49 западной долготы устанавливал так называемый Папский Мирьян. Все земли к западу от него были отданы Испании, а к востоку – Португалии. Эта условная линия пересекала Южную Америку на востоке. А в 1497 году Васко де Гамма прошел из Европы в Индию, обогнув Африку с юга. Америго Веспуччи в составе экспедиции Алонсо де Охедо ступил на берег Суринамо в 1499 году, а в 1520 году Фернанд Магеллан во время первого кругосветного плавания прошел Магеллановым проливом из Атлантического в Тихий океан. В XVI столетии по мере освоения колониальных богатств волны Атлантики начали регулярно бороздить корабли, перевозившие в Европу золото, серебро, драгоценные камни, перец, какао и сахар. В Америку тем же путем доставлялись оружие, ткани, спиртная продукция и рыбы для плантаций хлопка и сахарного тростника. Неудивительно, что в XVI-XVII веках в этих краях процветал пиратский промысел и каперство. А многие знаменитые пираты, такие как Джон Хокинс, Фрэнсис Дрейк и Генри Морган, вписали свои имена в историю. Южная граница Атлантического океана была открыта в 1820 году во время первой русско-антарктической экспедиции Беллингскаузена и Лазарева. Второй по величине Атлантический океан находится во всех климатических поясах, что непосредственно влияет на состав его растительного и животного мира. Растительность океана представлена водорослями и цветковыми растениями. Среди цветковых растений Атлантики известны такие растения, как Застера и Поседония. Особый интерес вызывает Поседония океаническая, образующая на дне Средиземного моря огромную колонию, простирающаяся на 700 километров. Это самое большое растение в мире, длина которого составляет целых 8 километров. Кроме того, Поседония – растение очень древнее. Возраст, обнаруженного испанскими океанологами экземпляра Поседонии, насчитывает около 100 тысяч лет. Особенностью Атлантики является разнообразие млекопитающих, численность которых значительно сократилась в результате интенсивного истребления в прошлом столетии. Видовому разнообразию животного мира Атлантики способствуют его благоприятные климатические условия. Поэтому в Атлантическом океане можно встретить практически всех обитателей мирового океана. Всего в океане обитают около 200 тысяч видов растений и животных. В Атлантике сосредоточены важные объекты рыболовного промысла. Сельдь, сардина, треска, морской окунь, камбала, добывают омаров, крабов, лангустов, креветок, устриц, мидий, кальмаров, каракатец. А вся жизнь в открытом океане зависит от фито и зоопланктона. Там, где скапливаются эти микроскопические дрейфующие организмы, собираются те, кто ими питается. Это мелкие рачки, личинки и гремневики, которые в свою очередь являются пищей для более крупных морских обитателей. К рыбным косякам слетается масса морских птиц. А в районах глубоководных равнин Атлантики, где поверхностные воды почти не перемешиваются с глубинными водами, фитопланктон не развивается. Поэтому здесь формируются океанические пустыни и почти отсутствуют разные формы жизни. Интересными обитателями Атлантического океана являются летучие рыбы, которые представлены 16 видами. Любопытно, что эти рыбы откладывают икру на любой плавучий предмет, даже на мусор. А обитательницу Атлантики безобидную луну-рыбу часто путают с грозной акулой из-за ее торчащего над водой спинного плавника. Хотя и в открытых водах Атлантики обитают акулы. Такие как длинноплавниковая, акула-мака, синяя акула, а также многие виды акул из семейства серых и молотовых. Все вышеперечисленные виды опасны для человека и поэтому плавайте там, где их нет. Или научитесь плавать быстрее, чем эти кусаки. Москва-Воронеж не догонишь. Ну а кто не слышал про Бермудский треугольник? Район Саргасово море, а это, как мы уже знаем, Атлантический океан, в котором якобы происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления. Район ограничен треугольником с вершинами в Майами и Сан-Хуане . Район очень сложен для навигации. Здесь большое количество отмелей, часто зарождаются циклоны и штормы. Сторонники теории о загадочных исчезновениях в зоне Бермудского треугольника выдвигают различные гипотезы для их объяснения. От необычных погодных явлений до похищений инопланетянами или жителями Атлантиды. Скептики, однако, утверждают, что исчезновение судов в Бермудском треугольнике происходит не чаще, чем в других районах Мирового океана и объясняются естественными причинами. Тема интересная и загадочная. Так что как-нибудь поговорим и о треугольниках. Но сколько бы айсберги не мешали жить человечеству, само человечество отвратительно относится к природе. Атлантический океан является с незапамятных времен местом интенсивного морского рыбного и зверобойного промысла. Резкое возрастание мощностей и революция в технике рыболовного лова привели к угрожающим масштабам. С изобретением гарпунной пушки в Северной Атлантике киты были в основном истреблены еще в конце 19 века. В Саргасовом море образовалось большое мусорное пятно из пластика и других отходов. Сформированное океаническими течениями, постепенно концентрирующимися в одной области. А на дне Средиземного моря, недалеко от берегов Италии, обнаружена самая большая концентрация микропластика в морях. Здесь на один квадратный километр дна приходится до двух миллионов пластмассовых частиц, в основном волокон синтетических тканей и мелких кусочков более крупных пластиковых предметов. Микропластик накапливается в разных частях моря из-за быстрых течений. Эти частицы очень маленькие, поэтому они, попадая в стремительные подводные потоки, быстро переносятся на дно. Но апогеям к вышесказанному могу отнести взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon, принадлежащей британской компании BP, произошедшей 20 апреля 2010 года и считается самой крупной экологической катастрофой, которая когда-либо происходила на море. В результате аварии в воды Мексиканского залива вылилось около 5 миллионов баррелей серой нефти и, по скромным оценкам, было загрязнено 1100 миль побережья. Атлантический океан занимает важнейшее место в мировой экономике среди других океанов нашей планеты. Использование человека идет по нескольким основным направлениям. Это транспорт и связь, рыболовство, добыча минеральных ресурсов, энергетика, рекреация. И хотелось бы, чтобы человек не только брал, но и давал нашей планете что-то взамен, а не только пластиковые отходы жизнедеятельности и разлитую нефть по халатности. Потому как все в мире планеты Земля взаимосвязаны и бережное отношение к природе благотворно отразится в дальнейшем на наши поколения. А на этом все. Спасибо, что посмотрели. Подписываемся. Не забываем ставить лайки и делать репосты. До новых встреч. С вами был канал Планета Земля. Планета Земля.